Свежие овощи и искоропортящиеся продукты купить здесь практически невозможно. Цена огурцов составляет 600 рублей за килограмм, десяток яиц 300 рублей. Яйца воян нужно привезти только самолетом. Яйца нам всегда не завозили, потому что здесь в каждом дворе были свои куры. Здесь практически каждый держал хозяйство. Каждый. Ну коровы, я не скажу, что много, но тоже держали. Корм дорого очень выходит. Почему? Потому что, вот смотрите, заехать на пирс стоит 1200, да? Или по часовой. Дальше килограмм груза с Хабаровска привезти 20 рублей. Ну вот мешок комбикорма я покупаю в Хабаровске за 600 рублей, да? Это грубо там, 530 это 1000 рублей. Нанять машину еще стоит. Поэтому очень невыгодно держать курей. Просто держишь, потому что нужно что-то делать. Ну сейчас мало, осталось 13. В Хабаровске купили на заводе 20-дневных, 33 штуки. И вот сейчас привезут. Все, одежда нестерла, колбаса последняя. Теперь будете ждать навигацию только. Держите. В городе зашел, сколько тебе нужно, кусочек купил, какой тебе нужно и ушел. А здесь-то купи то, что есть. А то, что хочешь, не купишь никогда. Я вот хочу другую колбаску. Кисломолочные продукты вообще едите? Какие-нибудь творог? Ну, когда привозят, стараемся покупать. А так? Так нет. Летом только, если там, когда навигация, да? Ну и когда самолетом привозят, ну дорого там. Ну, ну что мне привезешь? Вертолетом привозили перед Новым годом, но 300 рублей килограмм. То есть овощей в принципе сейчас купить не возглавно? Немножко, но очень мало. Вот если рейсовым там привезут килограмм 50-100, то хорошо. А сейчас у вас что есть в продаже? Яблоки. Почем? 230. А вот как творожки, допустим, деткам готовить, да? Ну, детям кальций нужен, творог. Купить здесь его невозможно, детское питание. И попросить, чтобы доставили сюда тоже, но не каждого можно. Не каждый соглашается его сюда привезти и вот вылавливать у кого-то. Или здесь у кого-то занимаешь, чтобы покормить ребенка. А так, то есть, если закончилось, то кормить ребенка нечем. Памперсы как бы есть, но они не в хорошем. Ну, не в хорошем, которые есть. То есть, это так, тратить полторы тысячи, ну, грубо говоря, на неделю. Что ты меняешь его, он не впитывает ничего. То есть, самые такие простые. Мы заброшены, мы никому здесь не нужны. Нас не толком, да, нас в администрации бюджета такого практически нету всю жизнь. Если раньше на наших землях сколько и золота, и все здесь, а налоги у нас забирают. Мы сейчас не подключаем налоги, он налоги практически не получает. Если раньше при завтебах у нас было здесь налоги, мы жили припеваючи. У нас ни дотации, ничего не было. У нас все было. У нас в магазинах олени, туши лежали. У нас какая ферма здесь была? Колхоз держал коров. 46 копеек литра, так молоко с-под коров. Там же его не процедили и в магазин. КОНЕЦ